Всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ребята, давненько я не играл в Hot Wheels Race и обновления у нас не выходят уже сколько? Уже, наверное, год как не выходят обновления. Хотя нет, наверное, чуть поменьше. Наверное, всё-таки поменьше. Ну, полгода, месяцев восемь даже, наверное, у нас нет обновлений на эту игру. Ну, иногда хочется заглянуть, посмотреть. Давайте сегодня просто проверим, что у нас тут вообще есть. Так, вроде как мы с вами все заряженные тачки выбили. Вот видите, значок слева от тачек наверху. Значок молнии, это говорит о том, что тачка максимальная. То есть, заряженная тачка у нас выбита. Так, на всех тачках у нас эта молния присутствует, да? Можем даже посмотреть, разглядеть подробно. Я даже делал как-то обзорчик на игрушки. Именно искал игрушки из этой серии. И нашёл, даже делал, снимал видосик. Сравнивал эти машиночки с настоящими игрушками. Мы с вами проверяли, смотрели где-то видео, даже есть на канале. Так. Ну что, давайте сейчас... Ну, гонка дня. Гоночка дня, гоночка дня. Заряженный жетон за 7 пройденных этапов. Таинственный ящик Х1. Так. Я уже не помню, что здесь такое творится, но... Но мы сейчас с вами немножко покатаемся. Так, ладно, поехали. Сейчас, сейчас вникну немножко, немножечко вспомню, что к чему здесь у нас... Короче, здесь в любом случае нам нужно приезжать первым. И чем я сейчас и займусь. Короче, так сказать, вспоминаем прошлое, как это было. Заряженные тачки у нас выбиваются, если кто не в курсе. Выбиваются вот именно в этом режиме. Так, в этом режимчике, который... Гонка дня, гоночка дня. Вот в этом режиме выбиваются у нас заряженные тачки. Сколько там роликов было, я не помню, ребят. Но очень много роликов снимал по этой игре. Где мы с вами начинали от самого начала и... Прошли до самого конца. Выбил, как вы видели, я вам показал. Всю коллекцию я выбил. Все тачки у нас заряженные. То есть вся коллекция у нас в сборе. Было бы неплохо еще собрать игрушки. Машинки. Ходклс. И сделать на них обзорчик. То есть сравнить, насколько они похожи. Тачки из игры. Насколько похожи на тачки из игрушки. Так, 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 так. Дальше идет у нас Роджер Доджер. Вторая тачечка. Давайте сейчас тоже попробуем. С первой попыточки занять первое место. Если не занимая первое место, можно вроде как тратить кристаллики, там запустить как-то. Либо сделать чисто сброс и начинать уже с первого соперника, с первой гонки. Так, подождите, здесь овраг. Овраг, овраг, овраг. Немножко помню эту карту. Так. Бабах. Бабах. Под тяжестью нашей тачки мы ускорили процесс опускания этой платформы. Так, так, так. Поднимаемся наверх. Вроде как... Как я вам верю, этого не видно. Эй, приятель. Бабс. Вот такой у нас финиш получился. Такой слегка эпичненький, но немножко, если бы я секунду три профукал, возможно бы даже проиграл. Потому что там у нас уже соперник уже рядом был. Так, ребят, ну что? Чувствую, что здесь будут у нас... Да, именно вот эти вот груши. Дальше тоже у нас будет очень-очень-очень-очень сложненькие места. Кстати, одна из нелюбимых моих карт. Как я припоминаю. Сейчас там подряд, по-моему, три будут или... А-а-а-а! Все задел. Нет, активатор бомбы задел. Да что ты будешь делать? Обидно. Сейчас, допустим, повторчик. Повторчик. Сколько у нас жизней? По-моему, три сердечка нам дается. То есть три раза можно перезапускать бесплатно. Дальше идет у нас за кристалл. Либо сделать сброс придется. Если не хотите тратить кристаллы, приходится делать сброс. Вот здесь нужно быть аккуратным. Как это мы проезжаем. Спокойненько. Без суеты. Заметьте, посмотрите на задний фон. Ну, задний фон очень прикольный. Даже вдалеке видно черепушка. Просто огромный череп. Похожий на домик. И внутри огонечек светит. Либо костер горит. Ну, короче, черепушка. Ну, наверное, это домик. Даже пещера, можно сказать, в форме черепа. Это необычная у нас здесь карта. Так, здесь есть карты, где даже пауки сидят и крутят барабан. Ускоряющий барабан крутят. Так, отлично. Что у нас там дальше? Это мы все прошли. Это мы все прошли. Победили и забрали всякие шетончики. Дальше идет серия из пяти гонок. Только я не помню, можно ее сразу запускать или нет еще. Для покачивания. По-моему, можно запускать сразу. Серия из пяти гонок идет у нас дальше. Ну, что, будем пробовать проходить? Конечно, будем. Почему бы и нет? Так, первый у нас соперник пятой позиции. Баджабон Шейкер. Баджабон Шейкер одна из прикольненьких тачек. Игрушка была такая. Только не Баджабон Шейкер, а там... По-моему, просто Баджабон у нас игрушка у меня была. Я делал обзор и нашел именно Баджабон. А вот Шейкер, вот такую тачку, я не нашел, к сожалению. Так. Здесь еще попадутся тачки. Я, возможно, их куплю. И сниму ролик. Сделаем сравнительный обзорчик. Запустим на мобилке игру и... И сравним с игрушками, настоящими машиночками, которые у нас продаются. Вот, если что, нужно будет их найти. Так, нужно еще собрать те тачки, на которые я уже делал обзор, кстати. Найти бы мне эти тачки. У меня же все-таки сын и дочь. Они как бы... И что видят, какие игрушки видят. Они все-таки их берут и играют. И где-то тачки эти разбросаны, короче. Нужно выискать. Возможно, уже потеряны. Так. Так. Так, 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 так. Спускаемся здесь. Что-то у нас... У меня телефон звонит. Возможно, сейчас придется ставить на паузу, ответить. Вот, уже срочные. Так, а ну что, финиш? Нет. Наконец-то финиш. Так. И битва за четвертую позицию. Так, битва за четвертое место. Дрэгон Блейстер. Дрэгон Блейстер. Что-то я не помню. Я такую тачку находил или нет? Такую ошибку игрушек находил или нет? А дабл... Дабл Дрэгон я, кстати, находил. Двойной Дрэгон. А вот... Дрэгон Блейстер. Или Блейзер. Бластер. Дрэгон Блейстер. Или Дрэгон Блейзер. Сейчас мы почитаем. Лучше посмотрим, что там написано. Так. Ну, такую тачку я вроде как не нашел. К сожалению. Двойной Дрэгон был у меня. Дабл Дрэгон называется тачка. Так. Сколько здесь минута занимает время лидера? То есть, раз у нас не очень длинная. Дрэгон взял отлично. Зацепил все-таки. И уже где-то финишная у нас прямая здесь должна быть. Вот он финиш. Так, ребятушки, четвертая позиция... Ой, четвертое место у нас как бы тоже пройдено. Так, битва за третье место. Всего этой жизни у нас три. Три сердечки. Так. Балет Пруф. Балет Пруф. Так, погнали. Сейчас битва за третье место. Тоже попробуем первое место занять. Ну, я как-то уже пробовал, когда мы собрали полностью все тачки заряженные, мы собрали. Я пробовал пройти и... Я уже открывал как бы сундучок. Уже очередной сундучок с заряженной как бы тачкой. Но там ничего не было, потому что у нас заряженные машинки все открыты были. Ну, чисто для теста я открывал еще один сундук. Чисто для теста я открывал. Я забыл, я забыл, что здесь платформа опускает. Смотрите, миллион машинок мелких там. Шучу, конечно, не миллион. Но очень много мелких машинок у нас образовалось из одной большой тачки. Одна большая тачка разлетается у нас на мелкие машиночки. Так, 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 теперь не забыть бы, что там у нас платформочка опускается. Отвлекся, например, отвлекся, отвлекся. Блин, сейчас неудачно все у нас прошло, пошло неудачно. Давай, есть. Сейчас нормально было. Так. Так, не забываем здесь платформочка опускается. Что-то я ее проскочил. И боюсь, что сейчас меня соперник может наказать. Ускориться может. Хотя нет, уже финиш. Так, нормально, ребят. Ну что, битва за третью позицию у нас прошла удачно. Битва за второе место. Рик Шторм. У нас участвуют две вот такие тачки. Такие машинки я тоже не видел в продаже. Но они наверняка где-то есть. Но я их не видел. Продавались бы наборчики, вот, надписью, подвел с Рейсов. Ну, ребят, нету их в наборчиках. К комплектикам продавались бы эти тачки, да? Было бы очень здоровски. Можно было бы их коллекционировать. Но, к сожалению, к сожалению, нет в продаже. Их нет. Комплекта можно только по одному где-нибудь надыбать. И то, что-то не все тачки у нас есть в наличии. Да, есть какие-то очень много повторов. Очень-очень много одинаковых тачек бывает. Но, чтобы разные... Что-то я даже не знаю. По всяким магазинам нужно походить, посмотреть. Найти разные тачки. Все, всю коллекцию собрать. Обычно в детском мире полно хотвелс-тачек. Либо в кораблике они тоже продаются. Там можно посмотреть. Но не везде, не везде. Они есть. То, что нам нужно. Так, так, так. И за первое место на Off-Duty. Off-Duty это, по-моему, самая первая тачка, на которой мы начинаем играть. Это вроде как самая первая тачка. Мы даже можем проверить. Или нет. Хотя нет, не самая первая, наверное, все-таки. Самая первая у нас какая-то зелененькая такая ретро-тачка. Сейчас мы пройдем. Проедем и посмотрим конкретно, посмотрим на первом уровне, какая у нас тачка находится. О, Off-Duty. Я, наверное, сделал бы ошибку. А может и можно было проскочить эту яму. Так, все. Все. Что у нас с наградой? Сейчас посмотрим. Заряженные жетоны. А, заряженный жетон. Там 7 штук их надо набрать. Мы с вами получили только в итоге 3, по-моему, у нас в итоге пока есть. Кристаллики, соответственно, заработали. А нет, 4. 4. Один жетон у нас все-таки уже был, похоже. Так, одиночная игра. Первые внедорожники. Самая первая, самая первая у нас... Ага, здесь даже во внедорожниках нет Off-Duty. А вот уже следующее у нас что идет? Избранные. А вот в избранных что? Здесь тоже нет Off-Duty. А чуть-чуть мне показалось, что Off-Duty у нас одна из первых тачек, на которых мы начинаем играть. Так, здесь ее тоже нет. Странно. Мощные звери. Звери. Тоже это не то, по-моему, грузовые. Грузовые, грузовые. А вот грузовые, Off-Duty, вот она грузовая тачка считается. Угу, понятно, ребят. Ну что, вот такой был выпуск. Пишите в комментариях. Стоит мне поискать тачки и сделать сравнительный обзор, вот, который находится в игре тачки. И сделать обзор с... Сравнять их с игрушками, машинками, которые продаются. Ребят, как вы думаете, стоит? Стоит? Не стоит поискать? Это тоже забавная тачка. Забавненькая тачка. Необычная, да? То есть, от вас зависит. Стоит мне поискать? Не стоит. Просто сравнить тачки. А сколько они похожи. Ладно, все на этом. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok